здорово шамшурин это видео для тех кого крайне не устраивает их финансовое положение финансовая ситуация и кто хочет и не просто хочет кто намерен все поменять в лучшую сторону и не сдаться пока ситуация не поменяется и для меня было странным и удивительным в том числе с одним из моих коллег совсем недавно такая история что я наверно окончательно понял что есть люди которым деньги не нужны просто не нужны которые живут очень стрёмно в этом плане то есть ладно бы если бы у них были закрыты все потребности но допустим их все устраивает этот комфорт в котором они находятся он для них более приоритетен и важно нежели чем создание какой-то более хорошей финансовой ситуации и здесь ты узнаешь конкретные шаги и простые методы первые причем до важные которые заставят эту ситуацию закипать почему закипать потому что волшебных вот таких вот палочек здесь не бывает и я хочу чтобы ты сразу это знал вот эта ситуация должна закипеть и докипеть до такого состояния чтобы ты был готов охерачить просто в направлении свои новые финансовые свободные жизни поехали многие люди крайне недовольны своими финансовыми положить делами но они ничего не делаются они не могут оторвать свою пятую точку то есть им нужно вот этот вот лом в которых приподнимется какой-то рычаг старт если ты узнаешь себя среди тех людей которые за последний год не предприняли никаких особо активных действий в плане кардинального изменения своей финансовой ситуации то возможно ты этого не делаешь по следующим причинам значит либо ты не знаешь что конкретно нужно делать такое бывает часто и зачастую люди мыслят очень узко то есть они смотрят только на тот сектор в котором у них получалось до этого зарабатывать деньги либо на каких-то своих друзей свое окружение которое как правило такое же либо ты деморализованы у тебя некий упадок сил но это легко поправимо то есть хотя бы это поправимо спортом если ты начнешь заниматься спортом не надо говорить что для этого тоже нужно время и деньги для того чтобы встать на час пораньше и пойти бегать нужны просто старые дырявые кроссовки и все и желание или сила воли чтобы себя заставить либо у тебя есть негативные установки убеждения которые действительно могут влиять на твою финансовую ситуацию я даже больше то что очень многим выгодно верить в какую-то потустороннюю мистическую херню то что вот на самом деле меня вот так запрограммировали там и так далее но чтобы на них сваливать и чтобы их прорабатывать а я знаю как тебе их проработать я тебе обязательно научу тебе нужно сначала в физическом вот в этом тонну не тонком а вот это вот физическом плане сделать нужное количество необходимых действий для того чтобы поменять свою финансовую ситуацию если ты не делаешь ничего принципиально нового не в том объеме в котором нужно то эзотерика или твои там убеждения что-то еще они здесь не сильно какой-то оказывают роль возможно у тебя нет энергии возможно что ты просто недооцениваешь себя такая проблема тоже есть и она сильно распространена когда люди не берут достойные деньги за свой труд возможно даже здесь влияют некие родовые программы да я в это верю я когда-то даже был нередким гостем на расстановках по аберту хеллингер у пытался все это поменять но ключевое еще раз это все меняется в процессе попыток заработать деньги понимаешь и допустим моего прадеда реально раскулачили у него была своя мельница мужик работал там нанимал работников то есть он как бы даже был работодателем по сути дела но пришли вот эти самые большевики и как бы все расход получается что по этой логике я должен сделать то есть конечно его какие-то родовые программы через деда через отца они мне передались то есть что мне теперь сесть машину времени вернуться туда и всем дать и отомстить за своего деда так сделать не получится поэтому да это может влиять в этом надо разбираться я могу тебе в этом кое-что подсказать но ключевое если нет физических попыток поменять финансовую ситуацию положения ты ничего не сделаешь даже будешь просто там ночами и днями тусить на этих расстановках по хеллингеру и допустим я долгое время не было денег и можно было это трактовать так что у меня бессознательно передался страх обладать деньгами потому что у меня все равно заберут там и будет угроза жизни либо допустим я не накапливал деньги то есть когда деньги появились я эти деньги сливал когда мне появились деньги попался дорогие шмотки там часы там трусы носки короче я тратил бабки я путешествовал вот и можно это тоже объяснить тем что вот прадеда раскулачили есть бессознательный страх поэтому я избавляюсь 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 а можно просто тем чтобы я заебался в свое время жить без денег ничего не видеть ничего себе не позволять и просто захотел пожить на широкую ногу да и я этот период своей жизни прошел возможно что у тебя есть некие скрытые выгоды для того чтобы у тебя не было денег потому что это дает на самом деле очень много преимуществ с можно не нести ответственность за своих близких за своих родственников там за тех кого ты за кого-то должен нести ответственность возможно можно всегда себя чувствовать жертвы и в любой компании сказать вот вам хорошо у вас есть деньги а я там вот я то то есть это может быть действительно такая выгода который ты не осознаешь даже и здесь тебе нужно обязательно разобраться какие скрытые выгоды есть у тебя для того чтобы не зарабатывать деньги сколько хочешь и как сделать так чтобы быть без денег стал для тебя максимально невыгодным возможно причина такая что ты закрыт от всего нового у тебя некая такая звездная болезнь корона я все знаю не учи ученого я это все пробовал я это делал до чему они меня научат дачу это могу прочитать что это могу узнать таких людей на самом деле очень даже немало причем среди тех у кого абсолютно нет денег при этом у них есть ощущение что вот они настолько крутые что кто и что может меня чему-то вообще научить далее причины могут такие почему тебя нет денег у тебя нет твердого намерения есть желание но желание от намерения очень сильно отличается намерение говорит о том что ты в любом случае к этому придешь и у тебя нет вариантов никак либо придешь либо сдохнешь когда-нибудь нет понимания зачем тебе деньги на что ты собираешься тратить тоже очень важная штука потому что когда ты четко понимаешь зачем тебе деньги они под это приходят это я проверил на себе уже очень много раз и так далее и тому подобное здесь на самом деле у тебя очень много может быть причин почему тебя нет денег сейчас мы это обсуждать не будем у нас будет с тобой время и возможность это все обсудить не просто обсудить проработать это и убрать эти причины и на самом деле все очень просто как бы так вот глобально нужно просто взять и начать действовать в этом направлении если что-то тебе все-таки мешает если ты не можешь сдвинуться с той смертвой точки начать действовать обязательно проверь себя по тем пунктам которые я здесь выше описал и постарайся максимально честно ответить себе на все эти вопросы и здесь я как бы описал часть пунктов таких скажем ментальных до каких-то вот но чаще всего деньги в твою жизнь не приходят больше по физическим причинам абсолютно осязаемым то есть по неправильным действиям из-за того что ты не совершаешь какие-то необходимые действия либо твои действия неправильные некорректные эти пункты на самом деле еще более простые примитивны и здесь также важно ответить себе очень честно на все эти вопросы и так может быть в моем городе в моей специальности на моей работе на моей должности вот здесь вот в этом пространстве больше денег невозможно заработать да может быть такое может быть я не профессионал в своем деле недостаточный профессионал в своем деле потому что если бы я был бы профи любой профи имеет все шансы зарабатывать достаточно много если его обучить ценить себя и правильно запаковывать свою продукцию свою услугу продавать ее дорого да может быть стоимость мои услуги слишком низкая может быть я делаю конкретные нерезультативные действия может быть тупо бездействия и мало времени работаю а остальное время трачу на какую-нибудь херню может быть имитация бурной деятельности тебе кажется что ты вроде бы суетишься шуршишь но если расписать вот твой день и спросить себя честно что здесь конкретно по моей работе может быть получишь от этом работаешь 20 процентов от необходимого времени и на самом деле если так вот объединить эту тему причины для того чтобы у тебя не было столько денег сколько ты хочешь ты не мог порвать этот пробить этот финансовый потолок они действительно делятся на ментальные из серии негативной установки убеждения страхи какие-то относительно денег и неправильные технические физические действия в этом и те и те причины нужно найти разобрать четко все по полочкам и перестать быть скажем так заложником этой ситуации и самое первое с чего тебе надо начать чтобы решить этот вопрос нужно погрузить себя и погружать себя в ту среду и в те среды в которых больше денег чем у тебя что я имею ввиду начни делать следующее я тебе просто рассказываю свой опыт начни ходить в дорогие магазины в бутики приходи туда заходи мере шмотки как бы тебя не колбасила как бы там тебе не казалось что на тебя смотрят продавцы вот заходи напрягай этих продавцов говорю мне вот это пожалуйста другого размера дайте мне вот это померить мере шмотки потом просто в идеале молча берешь и уходишь ничего никому не объясняет что завтра приду спасибо там и так далее но я подумаю нет просто берешь уходишь приходи в автосалоны то что делал я я сознательно ходил во все автосалоны дорогих тач причем сначала там это были какие-то там более простые тачки потом еще еще и там потом я начал ходить куда-то там он этот был лавилон авто на волгоградке москве где были всякие ролс-ройсы bentley хренэнтли то есть мне хотелось просто хотя бы прикоснуться к этим тачкам и да я сейчас не на ролс-ройсе не на bentley но вопрос о том что когда я захочу этого настолько сильно я обязательно к этому приду я в себя в этом плане верю хотя возможно что сейчас на территории российской федерации допустим нормальных тачек просто не осталось то есть но приходится смотреть какое-то китайское говно не исключено что тебе будет сильно некомфортно делать вот эти вещи и даже скорее всего потому что твое привычное она привыкла абсолютно к другому уровню денег время от времени повышать свой уровень с кафе или ресторанами то есть если ты хочешь обедать там на работе к столовую попробуй там несколько раз неделю ходить какой-то более дорогой рейстик или кафе чтобы вообще увидеть что там даже публика сидит несколько другая знаете такой прикол все очень относительно да и когда я был молод и босонок то есть мы с моим другом мишей раз в неделю в самаре ходили в патио ресторану тут или патио который там пицца не пицца ресторанами об этом не назвал такое закусочное вот и мне так нравилось там это пицца барбекю с рукколой и мы брали вот по этой пицце ананасовый сок большой каждый себе и кайфовали жрали просто и это для нас был просто праздник для нас был такой кайф то что мы были трасс неделю можем все это позволить а за соседним столом сидели какие-то курицы которые говорили что я слышу они между собой как мне надоело тупать его господи тут уже просто меня тошнит от этой еды я думаю вот вы кончены как тошнит вы что это же так круто все очень относительно это что для вас сейчас кажется чем-то сверхъестественным потом для вас же может казаться но обычным каким-то обычным бытовой семьей если у вас есть богатый какой-то друг сходите к нему в гости напроситесь давай пожарим шашлык чаще смотрите как вот он живет бывайте в той среде смотрите какие-то видео в ю тубе полезные про деньги про каких-то бизнесменов то есть не вот этих вот которые там непонятным образом всего достигли вот я вас там чего-то научу чему-то научу нет просто интервью с каким-то предпринимателем читайте их книги там не за борис александров сырок там что-то это просто пример не считают книгу хороший но банан она такая неплохая скажем точно не стал бы говоришь это прям топ моих книг но ключевое это некая биография обычного бизнесмена предпринимателя там смотрите соколовского вот эти все интервью с интересными вот этими мужиками там как как они открывали миллионный бизнес это же это же круто и интересно и это вас вдохновляет сходите на какой-то тест драйв сходить померите крутые часы если вам для вас это важно сейчас я это все слава богу прошел и пережил я ходил в этот панерай как бы мне было там стрёмно я их мерил все равно через вот это ощущение стрёмности меня спросили когда вы купите уже владимир когда придете возьмете да 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 в апреле так и получилось что в апреле там 15 года я провел большой онлайн-тренинг помог большому количеству людей то есть и мир наградил меня за это там финансовым каким-то куском да я пошел купил все эти часы за наличку то есть ну вот так вот это сработало я брал машину своего друга саши а потом когда он приезжал и отдавал ему и обратно и возвращаясь метро мне было настолько неприятно и некомфортно типа я по этой логике мне лучше было бы этого не делать но я специально это делал чтобы себя в этом погружать более подробно эту историю про тачку кстати я вам расскажу обязательно во всех подробностях как это работает почему это работает на своем тренинге про деньги и пусть это будет для вас вот то что я перечислил таким неким первым шагом не ну тут сложно сказать физически это шаг либо ментальный скорее для меня это скорее ментальный шаг такой да про перестройку себя про погружение себя вот в эту вот среду где есть больше денег но так или иначе это уже разбалансирует вас вы выйдете из своего привычного вам станет скорее всего больше не комфортно скорее все больше больно но это единственный первый шаг если вы сейчас не можете пробить свой потолок чтобы его пробить как работает этот принцип почему этого не надо бояться на самом деле да об этом я всем расскажу то есть у меня есть для вас охрененная новость я очень скоро проведу свой тренинг про деньги где я буду вместе с вами разбирать вот эти все физические причины ментальные причины ваши ограничивающие убеждения установки программы все это мы будем прорабатывать для того чтобы каждый из вас смог пробить свой финансовый потолок вылезти куда-то туда я хочу поделиться этим опытом только с теми людьми которым действительно нужны деньги они тем которым и так за такие можете даже не приходить если вы недовольны своим уровнем в этом плане то велкам я вас жду самое главное что я когда-то совершил эту трансформацию я до сих пор совершаю больше скажу что меня сейчас есть финансовый потолок который я уже какое-то время пытаюсь пробить но со скрипом все это происходит пока я его даже не пробил и своим вот этим опытом своей трансформации я с удовольствием поделюсь с каждым из вас вот здесь вот внизу есть ссылочка с подробностями залетайте посмотрите я убежден что этот тренинг для каждого из вас будет максимально полезным все увидимся там пока